здравствуйте дорогие друзья в этом видео я хочу вам показать как можно вышивать люневильским крючком по льняной ткани я буду это делать на вот такой туники на которой нанесен принт в виде цветка розы так что добро пожаловать на мой канал меолка с вами я ольга медведева в люневильский крючок устанавливаем иглу номер 80 и для вышивки я выбрала шелковую швейную нить коричневого цвета ткань у меня довольно тонкая и мягкая поэтому вышивать по ней будет легко теперь нужно натянуть ткань для этого я беру круглые пяльцы диаметром 25 сантиметров можно взять больше чтобы рисунок максимально поместился в контур пялец и теперь пяльцы нужно будет закрепить чтобы у нас две руки были свободны я буду это делать на станке теперь мы можем приступать к вышивке закрепляем нить привычным способом и начинаем вышивать нужно поначалу привыкнуть к ткани но затем рука легко находит необходимое натяжение необходимый темп и продолжаем вышивать контур согласно рисунку на моей туники рисунок довольно мягкий и не имеет четких границ именно поэтому мне захотелось кстати сделать такой вот вышитый рельефный контур поэтому я какие-то лепестки подчеркиваю по рисунку а какие-то линии я провожу уже на свое усмотрение сейчас мне нравится как скользит шелковая нить по ткани и по игле она очень хорошо и мягко ложится несмотря на то что немного расслаивается но у такого сочетания как льняная ткань и шелковая нить есть своя особенность которую нужно обязательно учитывать в будущем мы наше изделие будем гладить утюгом причем довольно часто поскольку это вещь которую мы носим температура утюга для льняных тканей и для шелка совершенно разная и поэтому если по привычке поставить утюг на режим лен и начать гладить то можно просто поплавить нитки из-за этого всегда если есть такое сочетание как у меня лен и шелковая нить для утюга выбирайте самую низкую температуру которая подходит для того чтобы можно было отгладить шелк поэтому для своей вышивки на свое усмотрение либо выбирайте ткань и нитки которые одинаковы по температурному режиму либо уже тогда если вам хочется такое же сочетание как и у меня лен и шелк каждый раз внимательно проверяйте на какую температуру выставлен утюг а пока я продолжаю вышивать свой рисунок по контуру и в принципе у меня получается что весь рисунок выполнен одной непрерывной линией поэтому если оставить только тамбурный контур то изнанка будет выглядеть просто идеально как машинная строчка но в этой вышивке я для себя решила что я немного пожертвую идеальной изнанкой потому что мне захотелось добавить стежки чтобы сделать вышивку еще более интересной эту вышивку я выполняю уже обычной иглой нитью в одно сложение я добавляю такие длинные и короткие стежки для того чтобы подчеркнуть некоторые детали рисунка я буду добавлять такие стежки выборочно на некоторые листья и лепестки чтобы чуть-чуть добавить акцентов но не перегружать рисунок добавлю еще немного стежков на лепестки роз на бутон и на открытый цветок и после этого можно будет снимать вышивку с пялец как видите вышивка готова можно ее снимать с пялец и отпаривать утюгом помним что утюг выставляем на температуру шелка и вот туника наконец готова так она выглядела без вышивки и посмотрите как она выглядит с вышивкой напишите мне в комментариях как вам нравится такое преображение подписывайтесь на мой канал задавайте вопросы я всегда с радостью на них отвечу но не забывайте про лайки и комментарии спасибо за внимание до встречи